всем привет ровно год назад мы с максом записали видос что можно купить за биткоины в москве или там как их потратить оказалось что не сильно то и можно потратить мы вставим в этом видео нарезочку коротенькую как это было ровно год назад а в этом году мы решили разделиться с ним я останусь в москве с потом съезжу еще в краснодар и в сочи потому что мы туда планируем поехать на новый год а макс соответственно останется в минске там от снимет какой-то материал и еще возможно в европе где-нибудь и мы объедим это все в один большой ролик и посмотрим как за год изменилась ситуация то есть если какой-то реальный mass adoption или так ничего и не изменилось поэтому давайте смотреть что из этого получится будем сейчас идти в тепло вызывать еще рафсанов и джамсутов в общем пока нам не ведет уже 4 машины все уехали наверное идем пешком на самом деле люди не понимают что происходит как я знаю мало кто этим занимается ну как честно лицо я думаю я могу принять платеж в общем смотрите водителя нашего зовут андрей мы с ним договорились и он согласился во первых спасибо а во-вторых откуда вы узнали про крипту почитали в интернете что можно уже за криптовалюты слышали мы что-то такое нету переводим вам эфир или биткоин а вы нам за 500 рублей купите окей давай мочи мне просто очень нужен айфон позарез ну рублями рублями это ее мое и все так просто как написано в интернете 90 процентов той информации которая сейчас есть она не соответствует действительности в тех ресторанах в тех местах где можно было бы расплатиться криптовалютой и есть эта информация ни хрена там расплатиться нельзя всем привет друзья вот ей на месте в минске будем проводить эксперимент что можно купить за биткойны или какие услуги можно получить в беларуси заедем на автомойку а попробуем что-то купить поесть или чтобы нам оказали какие-то услуги например парикмахерской дальше будем двигаться в европу но кстати я подготовился и на всякий случай до начала эксперимента вывел немножко денег с биржи abcc себе на карточку на тот случай если у меня не получится рассчитаться bitcoin я пользуюсь биржи abcc это новая и очень перспективная биржа которая активно развивается среди комьюнити очень удобно ей пользоваться можно ставить отложенные ордера на покупку отложенные ордера на продажу также удобные графики где можно отслеживать изменения стоимости криптовалют большое количество пар и постоянно добавляются новые инструменты на данную биржу помимо всего здесь есть отличная реферальная программа которая позволяет нам приглашать друзей и зарабатывать на этом в том числе мы будем получать реферальное отчисление от трейдинга других людей но и на этом не все на данной бирже есть собственный токен он называется от и перспективный инструмент мы периодически его добираем если посмотреть подробнее у него есть неоспоримый плюс это возможность trade to mine ссылочку на данную биржу я оставлю в описании переходите регистрируйтесь ознакомьтесь с ней поподробнее вы первое место куда я отправлюсь это будет автомойка я уже предварительно позвонил и договорился о записи меня там ждут но я не говорил о том что буду рассчитываться биткоином поэтому давайте проверим как это сработает это администратор мойки тимур привет тимур в общем а у меня такая ситуация фиатных денег нет и мне бы как-то рассчитаться биткоином криптовалютами может что-то слышали на мой взгляд можно на сегодняшний день к сожалению криптовалютами мы не рассчитываем за услуги поэтому только либо наличный расчет либо банковской карты слушай вообще сам слышал что-то биткоине в эфире может да кое-что слышал знаю что люди пытаются как-то в беларуси рассчитаться за эту валюту но ничего конкретного пока конкретных случаев я видел что даже дома там продаются по моему да такая история слушай давай сделаем так я тебе помогу установить биткоин кошелек у меня реально просто нету фиата и тебе скину на биткоин кошелек там 20-30 долларов чтобы просто помыть машину а ты уже потом просто их будешь хранить и возможно через год или два это станет там 10 раз больше тебе бонус еще потом будешь меня вспоминать ну вообще тема интересная можно попробовать давай попробуем все спасибо большое я сейчас буду заезжать хорошо можете открывать в общем ребята вот такая ситуация человек входит в наше положение он поможет нам рассчитаться криптой я ему помогу установить кошелек но на это понадобится какое-то время поэтому я пошел пока что объясню друзья я приехал в торговый центр это один из самых крупных торговых центров столицы поэтому сейчас есть очень крутой ресторан сходим попробуем там рассчитаться биткойном или криптовалютами поговорим с персоналом с управляющим как относятся в целом криптовалютам в белоруссии посмотрим что из этого получится а сейчас я подоправляюсь прямо туда нахожусь в заведении разговаривал с администраторами с персоналом с официантами в общем ситуация такая рассчитаться криптой конечно в заведении на сегодняшний день официально нельзя это только искать какие-то варианты с кем-то договориться или через знакомых или какой-то официант чтобы принял крипту и за тебя рассчитался но что точно можно сказать что законных оснований на сегодняшний день нету поэтому я как и говорил я подготовился к этому вопросу я сегодня вывел немножечко на карту средств для того чтобы рассчитаться в заведении и здесь мы будем рассчитываться обычными фиатными средствами пока я занимаюсь своими делами снимаю для вас контент я абсолютно не переживаю за свои активы я не переживаю о том что я не успею войти во время в рынок или продать эти активы которые сейчас сильно прибавили в цене потому что я и слава пользуемся сервисом трейдмейт он позволяет ставить стоп-лосс и тейк-профит одновременно также у него есть триллинг стоп и триллинг про профит это незаменимый сервис на сегодняшний день для тех кто занимается криптовалютами и трейдингом поэтому полный обзор есть на нашем канале вы можете перейти по ссылке и посмотреть полное видео также есть ссылка на сервис там первые семьи абсолютно бесплатно вы можете попробовать и понять а подходит ли вам этот сервис поэтому друзья переходите и пользуйтесь действительно полезными и крутыми вещами я на железно-дорожном вокзале в адлере а это значит мы в сочи направляемся в красную поляну кататься на лыжах но не только лыжи нас интересует а еще мы хотим узнать можно ли рассчитаться криптовалютами в сочи или на красной поляне на курортах поэтому проверим это все и итак мини-отчеты сочи покататься у нас получилось а вот потратить криптовалюту как раз не вышло здесь есть много всего интересного здесь есть казино здесь есть лыжные курорты много-много разных заведений спа-рестораны но если вы хотите здесь рассчитываться криптовалютой для этого вам пандумат понадобится сначала ее преобразовать в рубли или в другую какую-то фиат ную валюту я для этого воспользовался сервисом best change я просто зашел на этот агрегатор нашелся я подходящий обменник и отправил определенное количество рублей заранее себе на карту а потом ходил и с помощью пайпас с этим проблем нет если у вас телефон и вы любите расплачиваться телефоном или часами все ок таскать с собой наличку здесь не надо но для начала нужно все же криптовалюту в моем случае биткоин я поменял в рубли вот такая вот история сочи едем дальше не переключайтесь еще буквально пару слов о сервисе без чейч его легко найти я ищу его в google вбиваю best change он выпадает первым переходим на сайт и смотрим как он выглядит ссылку естественно мы оставим в описании к этому ролику чтобы вы не потерялись и сможете обязательно добавить этот сервис в закладке что я сейчас тоже сразу делаю это мониторинг обменников который работает уже очень давно здесь очень много курсов вы сводку видите вот здесь в правой части экрана больше 400 обменников обновлено это последний раз буквально минуту назад и всего 61 1711 курсов как я менял да то есть я менял bitcoin вот здесь вот есть табличка зелененькая в левом в левой части вы смотрите что вы отдаете в правой что вы получаете я вот здесь пробежался выбрал биткоин и ниже я выбрал интернет банкиных в моем случае это был сбербанк рубли сразу же обновляется страница и вот в этом поле вы видите курсы обмена обменники что вы до какую валюту отдаете сколько вы за один bitcoin получаете сразу видите лимиты от какой минимальной суммы это нужно иметь ввиду видите курс и видите резерв то есть сколько есть рублей в наличии в этом обменнике и сразу видите отзывы об обменнике это немаловажно я бы не смотрел да на самый лучший курс я лучше бы смотрел естественно на резерв и на количество отзывов также вот здесь буковки вот эти м до означают что данный обменный пункт работает в ручном режиме или полуавтоматическом то есть вы отправляете модератор все проверяет приход дожидается после этого отправляет средства вам на вашу карту все все интуитивно понятно просто на сайте есть раздел с вопросами ответами есть контакты и самое главное что этот сайт помогает если вы вдруг где-то что-то за пока пить и или обменник попытается вас кинуть который был именно в этом рейтинге то без change вступает в решение конкретных ситуаций и зачастую эти ситуации разруливает поэтому сервисом этим я пользовался сам много-много раз и его рекомендую как мониторинг все я добрался до европы будем проверять насколько здесь возможно рассчитаться биткоинами или другими криптовалютами такими как эфир например или с дэш может быть лайткоин я почитал информацию в интернете вильнюсе запретили использование биткоин банкоматов для покупки криптовалют их все демонтировали и поубирали сейчас тем не менее посмотрим как магазины рестораны кафе и просто люди относятся к криптовалютам вильнюсе посмотрим насколько гостеприимные европейцы а я пошел искать свою первую жертву по-моему это успех я тут шел и наткнулся на магазин united color of benetton это крупная сеть и у них вот такой вот значок есть я сейчас покажу его по пей это сервис который позволяет оплачивать криптовалютами и сейчас я пойду попробую рассчитаться там наткнулся я на статью в интернете она очень свежая что в литве в магазине united color of benetton можно рассчитаться криптовалютами поэтому прямо сейчас я пойду и попробую там эфир чекам а что-то прикупить за эфиры здрасьте как вас зовут скажите пожалуйста алина значит алина знает русский язык и здесь неплохо знает русский язык и здесь как раз таки можно рассчитаться криптой вроде как эфиром дэшим да вот такие крутые футболки у меня в общем есть и биткоины эфир и дэш попробуем эфиром рассчитаться сейчас пойдем на кассу мне правда с этого телефона надо будет рассчитываться я попытаюсь на второй подснять может качество будет похуже но у нас прямо успех чуваки это первый такой успех мощный в европе поэтому пойдемте на кассу пока что первый здесь мы поедем дальше но в европе да это мощно вот таким вот образом выставляют адрес эфира сканируется штрих-код и там сразу в это количество united colors of benetton купил себе две футболки стоило это мне 0 4 эфира все очень просто купе и легкая интеграция выставляют qr-код просто с блокчейн-инфо копируется сразу и сумма и все и нажимаете оплатить подведя итог моего нахождения в вильнюсе я могу сказать что люди относятся к криптовалютам достаточно напряженно многие не знают что это такое а те кто знают они не хотят принимать платежи в биткойне или в эфире это все связано с тем то что налоговая литвы не так давно буквально полгода назад запретила любые платежи связанные с криптовалютами например банкоматы биткойноматы которые были по вильнюсу их было достаточно много и терминалы где можно было пополнить крипту налоговая их полностью реклик ликвидировала и из всех мест мне удалось найти один магазин united colors of beniton в целом ситуация с каждым годом становится лучше и сегодня когда я был в этом магазине united colors beniton я прямо почувствовал вот этот вот прорыв да когда ты можешь зайти и рассчитаться криптой я спросил там у девушек часто ли люди обращаются по расчетам крипты они ответили что это происходит не часто но имеет место быть тем не менее много а людей из европы которые приезжают особенно с франции пользуются вот этими терминалами и много у кого есть на самом деле уже криптовалюта во всяком случае большинство людей слышала хоть что-то об этом поэтому я считаю что у нас их наш эксперимент достаточно удачный итак ребят москва большой торговый центр авиапарк иду сейчас в барбершоп top gun хочу немножко побриться постричься и как раз узнаю можно ли у них рассчитаться криптовалютой каким-то образом всем привет меня зовут алексей лопинс я создатель и идейный вдохновитель сети барбершопов top gun мы нагло заходим в регионы хотите получить рынок который совсем еще не занят вашем городе хотите быть на успехе и бежать сильными топ-ган к вашим услугам итак я добрался до топ-ган в ожидании мастера сейчас спрошу него может ли он за меня заплатить а я ему переведу bitcoin или какую-нибудь другую криптовалюту потому что на ресепшене вот там вот у девушки я устал и она сказала что она слышала где-то отдаленно но естественно официально пока они никакую криптовалюту не принимают поэтому спросим у мастера по итогу я подстригся алексей барбер такой красивый меня постриг но естественно как я и предполагал нет возможности на кассе заплатить но топ-ган по сути можно считать крипто-френдли и я отправлю чаевые 10 долларов в биткоине отправим барберу и он будет потихонечку уже потом чаевые принимать криптовалюты почему бы и нет и мы действительно обратимся к генеральному директору топ-ган и предложим разработать совместный логотип вместе с фронт блокчейн и разместить во всех топ-ганах что топ-ган не против если барберы будут принимать чаевые криптовалютах биткойнах и так далее почему бы и нет вот такая история ну что вот и закончился наш увлекательный тур по россии и немножечко по европе что можно сказать что за этот год сильно ситуация не изменилась то есть по сути как мы в прошлый год по москве маялись да и не особо у нас получилось где-то потратить криптовалюту сейчас по моему мнению в россии ситуация еще хуже ну вот единственное что у максима получилось что-то в европе и то как мы видим тоже ситуация нехороша банкоматы потихонечку убирают правительство как-то борется с криптовалютами поэтому посмотрим что будет через год как изменится ситуация как изменится рынок поэтому спасибо что посмотрели нас еще пару слов от макса и будем финалить от меня пока огромное спасибо друзья то что посмотрели это видео мы стараемся для вас подписывайтесь на наш канал обязательно и на все наши социальные сети в том числе инстаграм и и увидимся в следующем видео уже наверно в следующем году всем добра ребята и пока у меня все все Продолжение следует...